Добрый день! Мы рады приветствовать вас на YouTube-канале нашей библиотеки. Мы продолжаем цикл лекций «Имею право знать». Сегодняшняя лекция называется «Домашнее насилие. Как его избежать?». Лекция состоит из двух частей. Это вторая часть лекции. В ней пойдет разговор о юридической стороне аспекта. Лектор, адвокат, член Адвокатской палаты Новосибирской области Спиридонов Михаил Владимирович. Здравствуйте! Меня зовут Спиридонов Михаил Владимирович. Я являюсь адвокатом Адвокатской палаты Новосибирской области. Сегодня пригласили меня выступить на такую достаточно актуальную тему, тему, связанную с домашним насилием. Так как я являюсь адвокатом, я хотел бы рассказать именно про некие механизмы защиты, про правовые основы, как можно, так скажем, бороться с этой проблемой именно правовыми средствами. Домашнее насилие, оно, так скажем, проблема комплексная. Ее нельзя решить только правовыми механизмами, законами. Это проблема, которая должна решаться комплексом мер. Работой психологов, в каких-то случаях даже психиатров, социальными работниками. То есть выстраивание целой системы. Эта проблема, она не новая, то есть она не сегодня возникла, не вчера. Эта проблема существует годами, десятилетиями. Ввиду развития нашего общества, развития информационной системы, конечно, эта проблема в последнее время стала более широко обсуждаться. То есть мы знаем о всех нашумевших делах громких, которые слышно, которые происходят. Их можно множество перечислять. И ввиду этого тема начала развиваться, то есть обсуждаться в обществе. В последнее время, даже, наверное, на протяжении нескольких лет, широко обсуждается вопрос принятия закона о домашнем насилии. Ну, так скажем, его полное название – это закон о профилактике домашнего насилия. То есть достаточно длинное название, но смысл сводится к этому. К тому, как какого-то, так скажем, специального нормативного акта, который бы регулировал данную проблему, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день не принято. Это не означает, что российское законодательство совершенно не защищает от такого явления, как домашнее насилие. В российском законодательстве предусмотрены разные виды ответственности, которые в той или иной форме применимы к данной проблеме. Существует уголовная ответственность, административная ответственность, гражданско-правовая ответственность. И в зависимости от формы домашнего насилия к, так называемому, обидчику, может быть, применен тот или иной вид ответственности. Когда я готовился к данной лекции, я сам веду достаточно активно социальные сети, я провел опрос среди своих подписчиков, что было бы интересно услышать по данной теме. В России поступило ряд вопросов, и один из вопросов был таков, что откуда статистика о массовости этого явления? Я не готов говорить о какой-то официальной статистике, так как в силу своей профессиональной деятельности, да и думаю, многие из граждан, они не могут проверить эту статистику, кем она собиралась, как она анализировалась. И я хочу сказать, что понятие домашнего насилия, оно гораздо шире, чем зачастую его понимают в массовости. То есть домашнее насилие, это же не только насилие, связанное с каким-то физическим воздействием. Насилие, оно может выражаться в разных формах, как я уже повторю, физическое насилие, моральное насилие, сексуальное насилие, насилие, связанное с повреждением имущества. Да, это, конечно, сложно назвать каким-то домашним насилием, но тем не менее оно существует. Люди уничтожают друг, принадлежащий какому-то близкому члену семьи, какое-то имущество, тем самым тоже причиняют боль. Насилие, связанное с непредоставлением средств к содержанию. Нужно понимать, что насилие, оно существует не только, так скажем, мужчина в отношении женщины. Насилие может быть разным, может быть и в отношении мужчины насилие. В отношении других членов семьи, в отношении детей, в отношении пожилых родственников, дедушек, бабушек, иных родственников, которые проживают совместно на одном жилом помещении. И когда начинаешь понимать, что проблема домашнего насилия, она гораздо шире, чем ее зачастую понимают в обществе и преподносят где-то, тогда начинаешь понимать действительно о необходимости принятия мер по борьбе и профилактике данного явления. Вот как раз-таки ключевой момент, который должен урегулироваться законом, который обсуждается, это вопрос профилактики. Вопрос борьбы с домашним насилием, вопрос наказания, он в целом российским законодательством регулируется. Я к этому подойду еще. Это действительно существует уголовная ответственность, административная, гражданско-правовая ответственность. Но проблема-то она глубже. Проблема, во-первых, понять корни этого явления и понять, как предотвратить повторение этих случаев, потому как, ну, наказали человека. Но не факт, что это наказание, которое к нему применили, позволит в дальнейшем избежать повторения таких случаев. А ведь действительно это может иметь место быть. И как раз-таки данный закон, он и должен урегулировать все эти нюансы. Как я уже говорил, что на сегодняшний день предусмотрены различные формы ответственности. Уголовная ответственность. То есть, это ответственность за применение насилия. Оно разбывает разных форм в зависимости от последствий. Тяжкий вред здоровью, вред средней тяжести, легкий вред здоровью и побои. Не знаю, правильно, неправильно, сложно мне говорить, но законодатель не так давно вывел статью о побоях из разряда уголовных в разряд административных. И теперь побои предусматривают за собой административное наказание. Как правило, это штраф от 5 до 30 тысяч рублей. Повторное совершение побоев влечет уже уголовную ответственность. То есть, если в течение года после того, как лицо было подвергнуто к побоям, повторно совершая данное правонарушение, оно может быть подвергнуто уголовному наказанию. Как раз таки вот побои и, наверное, причине легкого и средней тяжести вреда здоровью, это наиболее распространенные формы, которые существуют при домашнем насилии. Я в силу своей профессиональной деятельности общаюсь с разными людьми, которые существуют в правоприменение. То есть, это и сотрудники полиции, и следствия. И невольно иногда у нас заходят такие разговоры, в том числе связанные с тем, почему вывели статью, плохо это или хорошо, что оно теперь менее тяжкое. То есть, ну, все-таки существует разница между тем, что это было уголовное наказание, и теперь это как бы административное. Кто-то говорит, что это плохо, потому как, ну, не боятся люди теперь. Ну, административное наказание, ну, штраф 5 тысяч рублей. Кто-то говорит наоборот. Потому что раньше, чтобы прилечь лицо к побоям, необходимо было самим обращаться в суд, доказывать это все. То есть, потому как статья о побои, она была, если сказать, более простым языком. Такой вид судопроизводства, когда не органы внутренних дел расследуют это дело, а сразу человек подает заявление в суд и сам участвует в привлечении другого лица к ответственности. А наказание фактически было примерно такое же в виде штрафа. Но при этом предусматривается возможность примирения любой стадии. И, как правило, происходила какая ситуация? Произошло какой-то инцидент, тоже домашнее насилие. Обратился один человек в суд, начали разбираться. Все. Уже мир. Фактически никакой ответственности. На сегодняшний день, будучи административной ответственностью, Кодекс административных про нарушения не предусматривает такой возможности, как прекращение запримирения. То есть, факт произошел, обращение было в полицию, лицо подвергнуто наказанию. То есть, наказание стало применяться чаще к этим явлениям. Существует наказание и за другие формы насилия. Как я уже говорил. Существует наказание за сексуальное насилие, которое тоже имеет место быть в рамках домашнего насилия. Существует наказание уголовное за незаконное лишение свободы, за похищение человека. Это тоже вполне может быть применено к той форме насилия, если оно происходит в виде запрета выходить из дома. То есть, могут какого-то члена семьи насильно закрыть в квартире, увезти куда-то. Это тоже вполне применимо. Существует уголовная ответственность за неуплату алиментов, непредоставление средств к содержанию при злостном уклонении. Существует ответственность за умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества. Существует ответственность за клевету. Существует ответственность за такую форму, что тоже, я считаю, можно отнести к домашнему насилию, как распространение сведений о частной жизни лица. К примеру, я в своей практике сталкивался с такими случаями, когда привлекали лицо к уголовной ответственности, когда один из супругов, вопреки воле другого супруга, вот они поругались, он выложил какие-то фотографии интимного содержания, видеозаписи, выложил в сеть или отправил куда-то в общедоступную группу в мессенджерах. Это была частная жизнь одного лица, и лицо не хотело ее распространить. И за это предусмотрена ответственность. И об этом нужно знать, потому как знание может предотвратить возможность совершения подобных явлений. То есть какое-то мимолетное желание отомстить, причинить кому-то вред какой-то, нужно понимать, что оно может повлечь за собой достаточно серьезные последствия, видев уголовные ответственности в том числе. Существует у нас ответственность за оскорбление, административная ответственность, которая также может иметь формы, проявляться в домашнем насилии. Также мне задали такой вопрос в моих социальных сетях, связанный с тем, что как можно проявлять лицо, если осуществляется не физическое, а моральное насилие. У нас в Уголовном кодексе существует ряд таких статей, как доведение до самоубийства. При этом не обязательно должно произойти сам факт самоубийства. Может быть попытка самоубийства, это уже уголовно наказуемое явление, если будет доказано, что какое-то лицо своими действиями довело другое до совершения данного действия. Существует ответственность за склонение лица к совершению самоубийства, за угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись реальные основания опасаться совершения этих действий. То есть это вполне может быть применимо к той или иной форме морального насилия, когда фактически какие-то физические действия не применяются. Предусмотрена достаточно серьезная ответственность за такую форму домашнего насилия, как истязание, когда совершаются систематические побои, какое-то систематическое физическое воздействие. Предусмотрена такая статья. Также у нас предусмотрено наказание за такие действия, связанные со склонением лица к употреблению запрещенных веществ, наркотических средств, что тоже может иметь место. В зависимости от тяжести той формы насилия, которая применяется, как я уже говорил, предусмотрена либо уголовная, либо административная ответственность. Дополнительно предусмотрен такой вид ответственности, как гражданско-правовая ответственность, когда на другое лицо, назовем его проще, чтобы понимать, назовем его обидчиком, то, которое применило физическое насилие, дабы не загружать данную лекцию юридическими терминами, я хочу, чтобы люди понимали, эта информация была более доступная. То есть, несмотря на привлечение лица к уголовной, либо административной ответственности, это не исключает право лица обратиться с соответствующим иском в суд, дабы привлечь лицо к гражданскоправовой ответственности. Какой? В виде, к примеру, возмещения расходов на лечение, если такие расходы были понесены, компенсации морального вреда, опровержения сведений, ложных сведений, которые распространило другое лицо, то есть защита чести, достоинства, деловой репутации. Это все происходит уже в гражданском порядке, путем обращения в суд с соответствующим иском, с приложением документов, подтверждающих внесение расходов, к примеру, на лечение, либо если было повреждено какое-то имущество, соответственно, расходов, подтверждающих восстановление этого имущества, либо документов, которые свидетельствуют, сколько будет затраченное денежесредственное возмещение этого ущерба. То есть, предусмотрены разные формы, которые позволяют наказать, защитить свои интересы. Рассматривая вопросы, связанные с домашним насилием, нельзя не указать меры, которые может предпринять человек, дабы защитить свои права. То есть, так скажем, назовем ее в первой части, я рассмотрел вопросы наказания, что предусмотрено настоящим законодательством в данной ситуации. Сейчас я хочу рассмотреть именно вопросы, что делать человеку. Ведь многие люди, это нам, юристам, может быть, кажется, что что тут непонятно, все просто, все понятно, куда обращаться. А для людей, непосвященных, никогда не сталкивающихся с этим, это действительно может вызывать трудности. Так вот, первое, что нужно понимать, что необязательно знать, в какой орган обратиться, в полицию, следственный комитет, применительно к той форме насилия, которая осуществлена. Так как закон построен таким образом, что если ваше заявление попадает в неуполномоченный орган, его должны передать в тот орган, который уполномочен рассматривать данный вопрос. Ну, я приведу пример, что насилие физическое, допустим, причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести, легкого вреда, это уполномоченный рассматривать органы внутренних дел. За исключением легкого, это отдельное заявление в суд, я подойду еще к этому. А, к примеру, все насилие, связанное с сексуальным насилием, это прерогатива следственного комитета. Ну, наверное, все люди с самого детства знают, куда звонить, прежде всего, это, конечно, полиция. То есть обращение в полицию, это первое действие. Да, конечно, наверное, многие смогут сейчас мне сказать, что вот случай, если я не ошибаюсь, в Кемеровской области произошел, когда полицию долго не могли вызвать. Другие случаи, когда вот кого-то избивали, полиция не могла доехать. Ну, к сожалению, да, такие вещи, видимо, имеют место быть. Наверное, они выходят даже в рамках, за рамки нашей сегодняшней лекции, потому как это именно уже организационные вопросы, вопросы деятельности этих органов. К сожалению, да, наверное, существуют некие проблемы. Но это не означает, что все, вот проблемы существуют, значит, я никуда не буду обращаться, пусть дальше это продолжается. Если не пресекать эти явления домашнего насилия, это будет только усугублять ситуацию, потому что человек, который применяет это насилие, он будет чувствовать свою безнаказанность, что ему никто не может противостоять. Общество построено таким образом, что, к сожалению, наверное, да, то есть это природа так построена, и в том числе человеческая природа, что человек боится силу, силу в широком смысле понимания этого. То есть человек боится, когда к нему может быть какое-то воздействие. Если человек не чувствует, что за свои поступки он понесет какую-то ответственность, получается безнаказанность, которая только увеличивает те негативные последствия, которые он совершает. Так как мы живем в современном обществе, у нас запрещен самосуд, запрещены какие-то самостоятельные действия по решению этой проблемы, физическое воздействие. Для этого предусмотрены специальные законодательные меры. Плохие они, хорошие, эффективные, неэффективные. Да, может быть много споров, но они предусмотрены. И первым действием это обращение в органы внутренних дел. Даже если лицо пострадавшее от какого-либо насилия не обратилось в органы внутренних дел, но обратилось в медицинское учреждение, в нашем законодательстве предусмотрена такая форма, что из медицинского учреждения в случае, если лицо указало, что данные повреждения получены в результате каких-то воздействий в отношении лица, медицинское учреждение все равно передает заявление в органы внутренних дел для проведения проверки. В дальнейшем органы внутренних дел в отношении пострадавшего назначат судебную медицинскую экспертизу, по результатам которой будет определена степень тяжести вреда здоровью, а, соответственно, решена дальнейшая судьба этого дела. Если это будет побои, лицо будет привлечено к административной ответственности, которая причинила эти воздействия, если это легкий вред здоровью, там, к сожалению, необходимо пострадавшему самостоятельно обращаться к мировому судье по адресу, где произошло это событие, то есть того судебного участка, с заявлением частного обвинения и требовать привлечь лицо к уголовной ответственности. Если это причинение среднего вреда здоровью, тяжкого вреда здоровью, здесь уже возбуждается уголовное дело, его расследуют органы внутренних дел, в дальнейшем передают в суд на рассмотрение. Пострадавшее лицо вправе уже в рамках уголовного дела предъявить в том числе гражданские требования о возмещении расходов на лечение, на восстановление, о компенсации морального вреда. Если не было предъявлено в рамках уголовного дела, это не лишает возможности в дальнейшем, после уже привлечения лица к ответственности, обратиться тоже к соответствующим искам. В общих чертах рассмотрел я вопросы, связанные с юридическими аспектами такого явления, как домашнее насилие. Хотелось бы еще указать о такой вещи, хорошо, что вспомнил, не забыл о ней, о мерах по защите жертв, подвергшихся домашнему насилию. К сожалению, на сегодняшний день у нас не развиты эти меры. К примеру, в других странах существует такое понятие, как охранный ордер. Это такой документ, который выдается судом, и по которому лицо, которое применило насилие, оно не имеет права приближаться к жертве, посещать ее, приходить к ней домой на определенный период времени, или даже на сколько-то метров нельзя приближаться. И в случае нарушения данного охранного ордера лицо может быть подвергнуто дальнейшим мерам наказания, в том числе уголовной ответственности уже за сам факт нарушения. И на самом деле вот эта вещь, она достаточно эффективная, потому что я общался с реальными людьми, которые пользовались этой мерой, и эти люди говорили, что эта мера достаточно эффективна в других странах. И как раз таки вот закон о профилактике домашнего насилия, он предусматривает возможность введения и в наше законодательство, и нашу практику такой меры. На сегодняшний день такого понятия, как охранный ордер, у нас не существует. Но у нас существует такая мера, мера пресечения называется, в рамках уголовного судопроизводства, как запрет определенных действий. Введена достаточно недавно, что это означает? Что если по вашему факту было возбуждено уголовное дело, к лицу, которое привлекается к уголовной ответственности, может быть применена мера пресечения. В том числе основанием для применения меры пресечения могут выступать такие обстоятельства, которые свидетельствуют о том, что лицо, привлекаемое к ответственности, оно будет мешать производству по делу, воздействовать на потерпевшего, каким-то образом уничтожать доказательства. И вот этот запрет определенных действий, которые избирается судом, он в том числе может предусматривать возможность не посещать определенные места, не общаться с определенными лицами, в том числе с потерпевшим. То есть некая форма этого охранного ордера у нас уже существует. Да, к сожалению, это применимо только к уголовным делам. То есть если это какое-то административное дело, к сожалению, это не применишь. Но тем не менее это уже существует. И если уголовное дело возбуждено, и обидчик начинает в дальнейшем осуществлять какие-то действия в отношении потерпевшего, потерпевший вправе обратиться к тому лицу в производстве, который находится уголовного дела, либо следователь, либо следователь, с заявлением, с просьбой принять эти меры по защите, в том числе с просьбой избрать в отношении этого лица меру посещения в виде запрета определенных действий. В своей лекции я намеренно не хотел касаться вопросов, которые не входят в сферу моей профессиональной компетенции, не выражать свое мнение как гражданина гражданской позиции, не вдаваться в эмоции, а именно предоставить информацию юридического характера, дабы дать понять, что несмотря на все те проблемы, которые действительно существуют в нашей правовой системе, в практической деятельности, тем не менее, все равно существуют меры, которые позволяют защитить свои права. И защищать свои права, разумеется, нужно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok